Поговорим, ребята, про почки. Как себе помочь, если токсичные почки? Напоминаю, вы на канале медицинской психологии и натуропатии. Если токсичные почки, то, соответственно, мы чувствуем, что может быть и сахарный диабет, и гипертония, и изнемождение, и усталость, и белок в моче, и очень кислая моча. Бывает нехватка инсулина, и, соответственно, из-за этого может быть и тревога, и стресс. Как я всегда работаю со своими клиентами, это через питание и через дневник питания и отслеживание результатов. Во многих случаях, понятно, что полностью исключили фастфуд, снизили углеводы, но, соответственно, есть еще и другие моменты, которые очень важны для того, чтобы почки восстановились. Я сейчас перечислю продукты и перечислю, на что обратить внимание, если есть проблемы с почками. Во-первых, при проблемах с почками очень важно восполнить дефицит витамина D, и очень-очень важно включить в питание листовую зелень, спаржу, кейл, сельдерей, рыбу, морепродукты, мясо, органическое, травяного от корма, но не нужно много белка. Напоминаю, когда есть проблемы с почками, белка должно быть не так много, как вам бы хотелось, потому что при избытке белка будут его выводить почки. Если вы хотите избежать проблем с почками, то важно повысить качество употребляемых продуктов. Не ешьте пищу с гербицидами, пестицидами и другой рафинированной историей, потому что это будет повреждать сильно почки. Дальше, если есть высокий уровень оксалатов, оксалаты соединяются с кальцием и превращаются в оксалатные камни. То есть к таким продуктам относятся миндаль, шпинат, киви, бобовые и зерновые. То есть избегайте этих продуктов, если есть проблемы с почками. Другой момент, сколько нужно жидкости пить. 2,5 литра воды в день, это обязательно. Это предотвратит концентрацию оксалатов и формирование камней в почках. Если данное видео вам полезно, пожалуйста, поделитесь им, отметьте его и напишите вопросы. Можете записаться ко мне в коучинг. И еще один момент, это проблемы с почками при высоком стрессе. Если есть высокий стресс, то почки будут сливать, как я говорю, всю энергию, потому что именно в этот момент начинается тревога и начинается стрессовое состояние. И организм будет или запасать глюкозу, потому что есть команда адреналина, или, возможно, будет справляться с тем, что накопилось заранее. Чем хуже фильтрующая способность почек, тем больше нутриентов вы теряете. То есть мы понимаем, что почки избавляют нас от токсинов и помогают усваивать полезные вещества. Соответственно, если мы говорим про поражение почек, то, соответственно, здесь будет очень-очень большой физический стресс. Напишите мне под видео, есть ли у вас проблемы с почками и, соответственно, как вы с ними справляетесь.